Всем привет, с вами снова Гонголд и долгожданный Диабло 3. И, ну, прежде чем рассказывать про Диабло 3, немножко интересных фактов, ну, совсем чуть-чуть, вот, буквально. Во-первых, то, что, ну, все знают, в первые дни, точнее, в первый день старта Диабло 3, в общем-то, сервера зайти было проблематично. И, в общем-то, почему это случилось, объясняет тот факт, что все прогнозировали, ну, вот эти вот известные люди в игровой индустрии, говорили, что, ну, Диабло 3, наверное, продастся где-нибудь, ну, миллионов пять копий к концу года. И поэтому, в общем-то, Близзард, я так понимаю, более-менее им верили, тоже не надеялись, что продается очень много. И сервера не были готовы к этому наплыву просто людей, потому что в первый день, вот, в старт самой Диабло 3, четыре с половиной миллиона людей пытались зайти и поиграть. И, в общем-то, понятное дело, что сервера не выдержали такой нагрузки и как-то вот отказались работать. И, что самое интересное, из этих четырех с половиной миллионов людей, купивших игру в первый день, один и два миллиона были те, кто купил годовую подписку на World of Warcraft. То есть там, покупая годовую подписку на World of Warcraft, вы получали Диабло 3 бесплатно. И, в общем, вот таких вот сумасшедших нашлось аж один и два миллиона. А в целом, в первый же день игра продалась четыре с половиной миллиона копий. Еще один интересный факт — это то, что в Корее limited edition Diablo 3 продался в первые полчаса старта продаж. То есть полное безумие. Что у нас еще интересного с Диабло связано? Ну, во-первых, один секретный уровень есть в игре. Чтобы его открыть, нужно собрать, по-моему, порядка семи предметов, собирающихся по всему миру, и один нужно купить в магазине за 100 тысяч. Неважно. Самое главное, что вот этот уровень, он представляет себе, ну, думаю, можно уже спойлерить, все уже видели скриншоты. Это такая вот пародия какая-то, не знаю, там, на Melody Little Поняли, еще на что-то все такое яркое, с радугами, с плюшевыми мишками, с единорогами, розовенькое. И что самое забавное, как, ну, одна из теорий такая, не совсем подтвержденная, но вроде как, как появился этот уровень. То, что давным-давно, там, больше пяти лет назад, на одном из форумов появился человек, сказал, ха-ха-ха, я вот тут работаю в Blizzard, разрабатываю им уровни, и выложил скриншот вот с такими вот радугами, понями, все такое. И Blizzard так вот, вроде как, патроллили Blizzard, а Blizzard вот так вот патроллили всех остальных, и сделали по правде такой секретный уровень. Еще один есть, он не совсем уровень, это такой рандомный ивент, который появляется в первом акте, вы можете на него случайно попасть в одном из трех подземелий. Там вылезают зомби с именами разработчиков, и главный босс это Джей Вилсон, гейм-директор. То есть вы можете отомстить тем самым разработчикам, не зная за что, ну, за что-то, за что вы их не любите, и попасть на этот рандомный ивент и поубивать их всех. Я думаю, начать надо с сюжета, во всяком случае, для меня сюжета, потому что для меня сюжет Diablo это самая не главная вещь, для кого-то это важно, наверное, говорить, что вот там какой-то в этот раз не такой сюжет, не так вот завернут, но при этом, ну, я могу вам открыть самую главную тайну. В конце Diablo вам придется убивать Diablo, это вот очень неожиданно, но придется с этим смириться, в конце Diablo придется убивать Diablo. По дороге будут еще всякие разные демоны, будет четыре акта. Есть Декард Кейн, как это ни странно для Diablo, да, вот снова он есть. Больше, наверное, я вам рассказывать ничего не буду, потому что здесь есть несколько очень-очень красивых роликов, которые показывают между актами прямо обалденно, и, в общем-то, можно играть так, что ты играешь в Diablo, ты играешь в Diablo, красивый ролик. Как, по-моему, 80% людей играло в Diablo 2. Да, там есть всякие ангелы, архангелы, там Тириэль упал на землю, сломал там полдеревни и все такое, но как бы для меня все-таки Diablo всегда было это именно геймплей. В Diablo 2 у нас закончилось на том, что мы победили три основных зла, это Diablo, Мефисто и Баал. Мы победили также два меньших зла, это Андриэль и Дюреэль. И фактически у нас, то есть вот к третьей части осталось всего лишь два меньших зла. Это Азмодан и Белиал. Собственно говоря, с ними нам и придется разбираться по ходу игры. Ну и, конечно же, каким-то совершенно удивительным образом в конце появляется Diablo, и нам приходится еще и с ним разбираться. Ну вот уже непосредственно каким способом он появляется, это можно узнать, поиграв игру, рассказывать мы не будем. Игры от Blizzard никогда не делали какого-то нового шага с точки зрения графики, не было там ничего прям такого передового, но при этом анимации и эффекты всегда находились на отличном уровне. То же самое обстоит дело и с Diablo 3, то есть у нас не самый новый движок, скажем так, но при этом анимации и эффекты просто потрясающие. Говоря о графике, я могу сказать только то, что графика нормальная. Она не поражает там воображение, но при этом очень хорошие спецэффекты, очень смачно разрывает монстров, очень, в принципе, добротное освещение. И да, если посмотреть на своего персонажа вблизи, приблизив его кнопочкой Z, иногда можно ужаснуться, потому что там угловатый маленький персонаж стоит. Еще хочется сказать про локации. Если вот, например, в той же второй Diablo у нас все-таки было фактически пять актов, и каждый из актов, он был, ну, одинаковый, то есть с самого начала и до конца, то здесь локации гораздо более разнообразные. Во втором акте у нас присутствуют и песчаные дюны, и оазисы, и подземелья, канализация, и дворец. В общем, гораздо более разнообразные. Самое главное в Diablo это, конечно же, геймплей, но сейчас маленькое отступление сделаю. Скажу всем про ту вещь, наверное, про которую уже все пишут в интернете. В Diablo 3 невозможно играть без подключения к онлайну. Если у вас нет онлайна, вы не сможете подключиться к батлнету, и вы не сможете играть даже в синглплеер один на, там, своем компьютере. Да, для многих это неодостаток, потому что, как бы, вы покупаете игру, вставляете ее в свой компьютер, а он говорит, извини, друг, но без батлнета поиграть ты не сможешь. Это обидно, но надо просто смириться с этим, и все. Вот, переходя к самому геймплею, тоже, если вы ярый фанат Diablo 2, таких оказалось, ну, достаточное количество, которые говорят, что Diablo 3 — это полный отстой, и вообще играть не как Diablo 2, а мы ждали Diablo 2 в HD. Если вы тоже придерживались такого же мнения, что вам нужна Diablo 2 в HD, то, в общем, Diablo 3 вы можете не включать. Никакого смысла нет, потому что здесь все по-новой. Причем новая вот эта система мне, во всяком случае, очень нравится. Я сейчас попробую объяснить, почему она мне нравится. Во-первых, здесь нету той самой традиционной прокачки с Diablo 2, когда мы подняли уровень, после этого вкладываем себе, там, в Dixterity, в Vitality, там, в Strange циферки вручную, и повышаем скиллы тоже ручками, вбивая циферки. Этого больше нет. И, как бы, почему хорошо, что этого нет? Ну, с моей точки зрения. Потому что мы вот тут недавно специально для этого запустили Diablo 2, чтобы освежить память, потому что я в ней играл очень давно, и там за 7-8 лет у меня вообще уже почти все выветрилось из головы, и тут мы запустили Diablo 2, и я вспомнил, что, да, Diablo 2, когда ты в нее играешь уже не первый раз, проходя синглплеер, а уже, там, какой-то, там, очередной раз сверху ее проходя, что все развитие персонажа это вкладывание, грубо говоря, в какую-то одну из, один из твоих параметров, там, то есть, в Vitality чаще всего качается, да, там, в большой плюс уходит, и прокачка какого-нибудь, там, двух скиллов, просто им уровень повышаешь, и все. И ничего больше не делаешь. И, как бы, это вот, там, почти оптимальный билд, получается, там, не знаю, для Ассасина. И это было скучно, во-первых, ну, когда уже знаешь, как, как сделать хорошего персонажа, которым можно проходить на большом уровне сложности, да, а во-вторых, это поначалу ломало тебе такую вещь, как развитие персонажа, то есть, ты мог, там, ну, вручную, там, куда-то не туда начать вкачиваться, подумав, что ты такой великий гений, стратег, и где-то, там, к какому-то уровню, ты понимаешь, что ты начал развивать персонажа неправильно, и, в общем, исправить, ты уже ничего не можешь, только, там, начинать заново. А в Диабло 3 к прокачке подошли с какой стороны? С каким-то уровнем открываются определенные скиллы, к этим скилам открываются руны, которые добавляют особые свойства этим скилам, и по прохождению игры, поднимая так уровень, вы потихоньку расширяете, расширяете, расширяете вот эту вот базу, из которой вы можете выбирать, и они доступны всегда, все, и где-то там, вот, я сейчас, грубо говоря, прокачались мы там почти уже до конца, до максимума, у вас полный набор скиллов, из которого вы сами себе уже придумываете, какой билд вы хотите делать, то есть, хотите так развивать персонаж, чтобы он делал такие атаки, был в таких характеристиках, хотите вот так, там, комбинируйте их по-разному, и, по правде, комбинаций-то довольно много, то есть, есть пассивные скиллы, которые сами по себе работают, всегда включенные, есть активные, которые вы вот кнопочками включаете, их не так много, и приходится выбирать, какой вот вам хочется скилл сейчас, а вот сейчас будет толпа людей, или будет большой босс, и постоянно что-то перенастраивать, постоянно что-то менять, это очень здорово, с моей точки зрения, это ничем не хуже, чем раньше вкачивать себе 60 уровней виталити, да, это, на мой взгляд, намного лучше и интереснее. в Диабло 3 есть 5 классов персонажей, при этом каждый из них является в той или иной степени потомком класса из второй части, ну, варвары, понятно, является более близким потомком, так же, как и волшебник, а вот, например, монг, он является каким-то дальним-дальним родственником, ассасина, также специализация в основном идет на двуручное оружие, у нас есть вызов собственной тени, как во второй части это была тень, а здесь у нас это помощник, Mystical Ally, плюс у монг появились такие скиллы, как лечение и неуязвимость. Демонхантер похож на амазонку из второй части, то есть основная специализация это дальнобойное оружие, а у вич-доктора, как и у некромансера, есть всевозможные суммоны и атаки ядом. В игре появился крафтинг, теперь можно создавать собственные предметы из ингредиентов, ну, те предметы, которые вы находите по мере прохождения, синие, желтые, их можно теперь разбирать на компоненты, а потом эти компоненты использовать для создания каких-то нужных вам предметов. Правда, те свойства, которые вы хотите, вы их непосредственно получить сразу не можете. Вы делаете попытку крафтинга, а уж там какие получатся, и, соответственно, для того, чтобы получить нужные вам свойства, придется немножко посидеть и посоздавать одинаковые предметы. Изначально идея Blizzard была о том, чтобы с помощью крафтинга занять те пробелы, которые возникают между нахождением предметов для вашего персонажа. То есть, например, вы можете какое-то время уже не находить хорошие, например, плечи или хорошие ботинки. И вот, чтобы заполнить эти пробелы, был введен, собственно говоря, крафтинг. Только они немножко не рассчитали с популярностью аукцион, и теперь, если у вас чего-то нет, то все сразу железут на аукцион и покупают там. Тем более, что, особенно, когда вы только прокачиваетесь, то можно найти себе предметы совершенно за маленькие деньги. Сейчас, например, Blizzard занимается тем, что пересматривает крафтинг, они собираются его как-то актуализировать, ну, как-то добавить ему значимости, потому что, ну, никто его сейчас фактически не качает. Еще одна вещь, которую я очень хотел сказать, это то, что, ну, как мне кажется, то, что этот Diablo стала такая Ultimate Diablo, потому что сейчас фактически все характеристики вашего персонажа зависят от одежды, которая на нем одета, ну, и, в общем, от камней, которые ставлены в эту одежду. А, самое главное, камни теперь можно вынимать. Это очень круто, потому что, вообще, очень хочется поблагодарить разработчиков за многие вещи, которые, ну, сами собой подразумевались, и они их сделали, а не, там, рассчитывая на старых фанатов, решили их не делать. Очень радует. Золото подбирается само, вы просто пробегаете мимо, и не надо в него тыкать. У Demon Hunter, насколько я знаю, даже есть специальные зверьки, корьки, которые бегают, это золото собирают. Потом фляжки с жизнями теперь можно собирать в стек бесконечный, они занимают не весь инвентарь, а одну ячеечку. Потом очень понравилось, что еще? Ну, как сказал, камни можно вынимать, вставлять, вынимать, вставлять, апгрейдить, там, в общем, вся эта система развития мне очень нравится, и единственное, что теперь от шмота, который надет на вас, зависит, ну, прям, очень много, и если бы не было аукциона, на котором сейчас можно зайти, и, в общем-то, если вам что-то не хватает, вам нужна какая-то вот одежда с определенными статистиками, и очень хорошо, что, конечно, есть аукцион, туда можно зайти, посмотреть, что там продают. Единственное, до сих пор, ну, как все ругают Близзардов, за то, что постоянное подключение к онлайну, как говорят, нужно из-за того, что у нас есть аукцион, и там будет аукцион за реальные деньги. Аукцион за реальные деньги до сих пор не запущен, и как он физически, как все это работает, я не знаю, но вот за внутриигровые деньги работает все отлично. Ну, как, вылетает, конечно, временами с ошибками, но это вот все еще борьба с серверами идет, а так, все здорово, зашел на аукцион, посмотрел, что ли надо, там, отсректировал по нужным параметрам, и, в общем-то, собрал вещи, которые помогают упрощают жизнь и помогают быстрее дойти до Ахэла, там, Инферно. Это здорово. В Диабло 2 при создании персонажа вам нужно было определиться с его специализацией, как вы будете его в дальнейшем развивать. При этом у вас не было возможности попробовать, там, этот билд, попробовать тот. У вас, конечно, была возможность откатить один раз, там, на каждую сложность один раз, и сделать респект, но по сути вам приходилось создавать каждый раз нового персонажа. И вот этой проблеме, на эту проблему нашли ответ Близзарды и создали такую систему, где можно спокойно менять свои скиллы, можно спокойно менять свои руны, пробовать разные билды, и вам для этого совершенно необязательно создавать десятого, двадцатого, тридцатого персонажа. При этом система, она не настолько глупая, что вот мы только смотрим какие-то скиллы, какие нравятся, мы эти ставим и ими играем. Да, возможно, на нормале это проканывает и работает, но чем дальше, тем важнее вот ваш билд, которым вы будете играть. Там, вот сейчас, наверное, самое интересное время, потому что находятся новые какие-то билды, находятся новые направления для развития, и вот все это пробовать можно сразу, то есть вам не нужно создавать следующего чарктера и развивать его до 50-го уровня, чтобы попробовать новый билд. Хочется отметить привычные для Blizzard работы по доводке игры. Вот, например, не далее, как вчера, был выпущен патч, ну, хотфикс, который исправляет два скилла, один у монаха, другой у волшебника. Например, вот первое убийство соло на Инферно Диабло было сделано волшебником, который использовал, ну, не называть это багом, это эксплойт, в одном из скиллов, и вот уже вчера он был исправлен. Я вот уверен, например, что скоро последует еще один фикс тоже для волшебника, на сей раз с исправлением критикал дэмэджа. Еще хочется сказать про сложность игры. Диабло 3 все-таки сейчас, она легче, чем Диабло 2. То есть, например, достичь 60-го левела, это вообще не проблема. Ну, даже хардкорные игроки, они до 60-ки докачиваются, ну, за три дня. Там, чтобы за три дня докачаться до 99-го левела в Диабло 2, это фантастика. Но с уровнем сложности Инферно, дела обстоят немножко иначе. На данный момент, в принципе, вот, до недавнего времени Визард и Варвар могли соло доходить очень далеко на Инферно, но Близарды сейчас это исправляют. Вот, они уже убрали у Визарда эксплойт, скорее всего, уберут и у Варвара. И, в принципе, их сейчас цель состоит в том, чтобы сделать Инферно не таким доступным, как в случае с Хеллом или Найтмаром. То есть, они хотят это сделать так, чтобы нельзя было фармить, вот просто взять там одного-двух персонажей и пойти фармить там, что вы хотите. Они хотят сделать челлендж реальный. Конечно, 60-й левел это, скорее всего, не предел, и в дальнейшем у нас повысится левел кап, скорее всего, там появятся и новые персонажи, и, опять же, вот в первом ДЛЦ, который они обещают, будет ПВП. Но пока планы нам неизвестны, и поэтому мы не можем об этом говорить. Я не понимаю людей, которые, ну, как я и не понимал людей, которые говорили, что Mass Effect 3 полный отстой, точно так же я не понимаю людей, которые говорят, что Diablo 3 это там ужасно, это хуже мы не видели, мы ждали Diablo 2, а нам дали Diablo 3, какой ужас! В общем-то, игра затягивает, там все хорошо, там реально есть баланс, они его постоянно правят, то есть, сейчас выходит постоянно ход фиксы, что находится какой-то там определенный билд, где там какое-то читерское сочетание, не знаю, этих скиллов, предметов находится у какого-то персонажа, его чуть-чуть правят, чтобы он был не таким читерским. И Близзарды молодцы, да, может графика не супер, там, Battlefield, но этого никто и не ждал. Самое главное, что она не тормозит и может отображать огромное количество монстров, которые очень классно разлетаются, и все такое. Мне, кстати, надо обязательно сказать, то, что я знаю, что Близзарды делали все эти 10 лет. Они делали озвучку умирания монстров, потому что они все, по-моему, умирают совершенно разными звуками. Вот пять скелетов убегают, вы их убиваете, и нет вот этого, что вы убили скелет, он там, с одним звуком, убили, один и тот же звук. Здесь постоянно какая-то какофония всевозможных разных звуков, там, все это вот, хруст костей, что-то там разлетается, разрывается, кто-то по-разному кричит, и если закрыть дверь в комнату, сделать погромче, то люди, которые будут проходить мимо, подумают, что у вас там капиталанская пыточная и могут вызвать какую-нибудь лечебницу. Неважно, самое главное, что Диабло Триана доставляет удовольствие, она затягивает, хочется реально изучать скиллы, смотреть, какие новые шмотки выпадают, перемиряться нужна ли она, лазить по аукциону, выискивая что-то там редкое, подземелья все эти, которые постоянно перестраиваются, рандомные ивенты, там, напоролся на один в одном прохождении, напоролся на другой в другом прохождении. У нас вот, вчера мы играли, случайно шли по подземелью и нашли там Blacksmith Мальдонадо, ну, так как мы все фанаты Формулы-1, то мы поняли, что, наверное, это была такая небольшая шутка над гонщиком, которого зовут Пастор Мальдонадо, а тут Blacksmith Мальдонадо. Забавно. И вот все эти мелочи, все это радует и хочется просто играть, получать удовольствие, а не идти бежать на форум, там, не знаю, на метакритик и ставить 0, 0, 0, 0. Так. На мой взгляд, Diablo 3 получился интересный и мне кажется, здорово, что они сделали так много нововведений, что это не стало калькой с Diablo 2 только в HD, ну, потому что, как бы, играть в те же самые, в ту же самую игру только с HD, ну, по-моему, это не столько, не столь здорово. Ну, а если игра показалась вам слишком легкой, то включайте Hardcore и покоряйте Inferno, это станет вам достойной целью. Ариен, Лия, ты все нормально? Поговори мне, Чея. Ариен, эта инважница выйдет из Ариен. Субтитры подогнал «Симон»